всем привет на связи федор васильев мы продолжаем с вами изучать систему джейкасса урок номер 40 давайте в этом уроке поговорим о том как организовать контакты на сайте интернет-магазине с размещением google карты с размещение маркеров то есть видите при наведении на маркер указаны например где расположен офис всплывает окно по дизайну нашего шаблона you market дальше вот такого плана контакты время работы например да и какие-то еще данные ну и форма обратной связи до для отправки сообщения прямо с сайта переходим в админку нашего сайта то есть это у нас обычные контакты которые входят в кмс jumla давайте перейдем вот у нас контакты категории контактов клика ну можно создать категорию либо здесь уже категория по умолчанию есть можем перейти лучше всего перейти и переменуйте это как-то под себя потому что может быть несколько категорий контактов если несколько значит создаем несколько и каждую категории как-то называем по-своему но если будете менять название категории не забудьте почистить поле альяс чтобы автоматически она прописалась новая под новый заголовок я тестирую поэтому мне устроить и такая категория менять не буду дальше мы с вами переходим контакты здесь ничего нет нажимаем создать дальше имя которое будет отображаться вот здесь ими пишем я просто пишу контакты вы можете сразу писать там какой-то заголовок со смыслом связанные пользователи можно кликнуть и выбрать контакт администратора которому будет приходить уведомление на почту если человек отправит с формы контактов сайтов до изображение изображение можете подготовить я поставлю обычное изображение именно изображение взята с демо сайта размеры 850 на 500 пикселей давайте загрузим в систему загрузить выбираю вставить обязательно пропишите здесь рабочий email тот который будет участвовать в контактах до должность администратор вы пишите конечно свое все что хотите здесь можно написать вписываем адрес дальше мы можем прописать здесь вот телефоны заполнить вот эти поля вы можете посмотреть на демо до сразу где это отображается я тоже здесь прописываю можно поставить избранный контакт далее у нас на изображение выводится здесь в красной подложке дни и время работы здесь мы с вами давайте сначала сохранимся дальше перейдем дополнительная информация и вот здесь вот можем писать например понедельник с 8 до 8 если мы с вами делаем как в демо то мы с вами выделяем первую строчку и здесь нам нужно выбрать маркированный список выбираем например стандартный дальше делаем чтоб курсор мигал после завершения нашей строчки нажимаем enter это важно чтобы вас появилась . 2 значит мы продолжаем с вами список и вставляем например вторник с 8 до 8 дальше нажимаю enter и так далее проставляем у меня примерно получается вот так нажимаем сохранить закрыть и давайте сразу же выведем это в пункт меню выведем вот сюда наверх наверное переходим меню майн меню создать назову контакты тип пункта меню выбрать выбираем вот здесь вот контакты выбираем здесь контакт выбор контакта нажимаем этот контакт который мы только что с вами создали нажимаем сохранить обновляем страницу видим новый пункт меню контакт кликаем вот у нас принципе частично получается видим на картинке у нас располагается время работы то есть сразу это подложечка до встает на картинку здесь тоже у нас все хорошо внизу мы видим сразу форма контактов которая идет от джумла здесь принципе тоже что нормально ну тестировать как работает форма я не буду потому что сто процентов она работает это джумловская форма единственно только что протестировать ее можно быть на хостинге если у вас сайт уже находится и соответственно ваш email главный mail сайта должен быть привязан к домену как об этом я уже много раз говорил обычная почта оканчивающиеся на собака mail.ru яндекс там почта google почта с такими почтами обычными почтами отправка писем возможно не произойдет нужно привязывать свою почту административную почту к домену об этом есть бесплатные уроки прямо от самой конторы mail.ru то есть у них от называется почта для бизнеса она бесплатная в том случае если у вас письма не будет приходить обязательно потестируйте на хостинге как отправляется письмо вот с этой формы если мы внимательно с вами посмотрим на вот этот вот оранжевый квадрат ну конечно же он оранжевый потому что цветовую гамму я выбрал такую здесь красный мы на это не смотрим потому что здесь цветовая гамма красная здесь у нас есть отличие вот в этом квадрате где у нас время обратите внимание здесь и здесь немножко отступ смотрите здесь если вы хотите чтобы было один в один как здесь на демо примере то вы заходите в быстрый старт и смотрите как устроена здесь список да здесь прописанный некий класс то есть я зашел в демо зашел также в контакты и зашел в исходный код то же самое я сделал здесь да уже то что мы сейчас только что сами делали в исходный код мы просто можем сейчас дописать класс но ровно так же как сделано в быстром старте да то есть здесь у нас написан вот такой вот класс мы можем с быстрого старта вот так вот скопировать перейти к нам на сайт ставим курсор чтобы мигал до кавычки точнее до вот этой скобочки да вот вставляем вот именно так здесь еще у нас прописан вот такой вот спан вот скорее всего сейчас тоже надо будет это сделать но давайте пока что посмотрим окей сохранить обновляем страницу этот классом обрубает у нас вот эти вот точки да вот их здесь тоже нету на демо здесь тоже этого нет теперь можем обернуть вот в этот спан слова здесь по-английски да у нас это будет понедельник вставляем после понедельника закрывающий так ну закрывающий так у нас выглядит вот такой вот косой чертой вот так вот да но если вы не знаете как это поставить на клавиатуре можете копировать все отсюда потому что они отличаются вот этот так открывающий а вот это так закрывающий и вот нам нужно каждому это прописать то есть я просто отсюда уже дублирую перед вторником вставляю копирую закрывающий так после вторника вставляю до сделал у двух и вы видите что у нас происходит отступ также как в демо до понедельник вторник теперь имеет расстояние от времени то есть если так вы считаете поинтересней это как бы не критично уже чисто вам если это нравится можно оставить и так вот и здесь вот досмотрим вот я уже не буду делать дальше здесь уже понятно здесь просто проставляется вот эти вот теги дальше да я оставлю как есть если мы с вами посмотрим на демо пример мы с вами одну часть уже сделали нам теперь остается разобраться именно с google карты которая располагается выше контактов давайте это организуем первое что нам нужно сделать нам нужно перейти на google ссылку на google карту то есть нам нужно будет получить ключ обязательно к нашему сайту чтобы попасть вот на эту страницу можете принципе посмотреть сюда ну или же ссылку я в описании под видео оставлю давайте получим google ключ вот здесь такая есть кнопочка получить ключ кликаем по ней здесь можно взять проект написать какой-то там магазин например и нажать русские буквы здесь не поддерживается да я напишу просто так магазин нажму next ждем страница немножко грузится обновляется и мы получаем на ключ вот этот ключ не закрываем пока эту страницу данная карта проставляется у нас с вами шаблоне юмаркет давайте закроем контакты перейдем с вами расширение шаблоны перейдем на шаблон юмаркет переходим с вами на вкладку google карты и здесь вот видите показ показать или скрыть google карту на странице избранных контактов но можно поставить и здесь тоже один контакт вот видите ключ айпи карты мы уже с вами его сделали у вас он будет свой уникальный здесь кнопка есть копировать мы копируем ключ в буфер обмена переходим бы обратно на шаблон наш вставляем данный ключ следующее смотрите основная карта укажите ширину и долготу основной карты через запятую без пробелов и внизу пример я вам сейчас покажу как получить адрес на google карте да мы с вами переходим обратно в google maps айпи здесь нажмем на кнопку don на всякий случай пока не закрываем эту страницу пойдем в поиск перехожу в google maps вот мы попадаем уже на карту здесь нам нужно указать свой адрес то есть вот здесь вот поиск на google карты пишем адрес офиса нашего магазина например то есть город сначала то есть я написал город начал только набивать название адреса офиса у меня подставляется здесь уже новосандетский бульвар я его выбираю то есть я сейчас просто беру произвольный адрес например вот школа 64 до ставлю сюда маркер обращаю с вами внимание в адресную строку здесь вот будет примерно одинаково смотрите как только вот адрес заканчивается вот там собака дальше идут координаты вот эти все цифры широта и долгота то есть это вот один параметр потом запятая и другой параметр до запятой после запятой это уже нам ничего не нужно то есть у вас здесь будет конечно же свои координаты вот это копируем мы с вами и вставляем основная карта то есть я вставил выбираем масштаб у меня 13 стояла у вас тоже в принципе я оставил по умолчанию обновляемся карту уже есть вот она появилась нам осталось с вами назначить маркера а ниже у нас видите маркер то есть именно можно выбрать для каждого контакта если у нас разные администраторы с разными контактами созданные в джумле но мы с вами одного только создали вот выбор контакта нажимаем выбрать выбираем контакт и теперь нам нужно поставить координаты для именно этого контакт чтобы точно указать место давайте напишем точный адрес то есть я на к указал по сути только на сан детский бульвар и город а точный адрес то есть на сан детский бульвар дом 16 вот он отмечает его здесь можно просто мышкой кликать здесь на карте по вашему офису то есть вот один раз я кликаю и в принципе здесь вот если показан ваш офис ниже как раз таки есть координаты кликаем по ссылке координатов да и вот эти координаты здесь будет удобнее вам их получить чтобы не ошибиться вот я копирую перехожу в админку координаты проставляю здесь можно написать адрес ваш ваш в офиса подсказка для маркера я прописываю ровно то же самое давайте сохранимся пойдем на сайт обновимся да я немножко здесь ошибся то есть у нас почти все получилось маркер появился здесь при наведении написан адрес также при наведении всплывает подложка с адресом но в основной карте нужно тоже был указать прямой путь к офису да я немножко здесь ошибся то есть возвращаемся и те же координаты просто проставляем в основной карте сохранить в общем я поставил основную карту так как контакт 1 абсолютно тот же адрес здесь учитывая подсказки обратите внимание чтобы не было пробелов после запятых здесь тоже и в начале казалось бы показывать время не тот адрес но здесь карта уменьшена мы можем кликнуть вот на этот плюсик и показывает именно на 16 дом то есть который я выбрал также здесь в углу есть такая иконочка прям на сайте можем развернуть карту во весь экран кликнув на нее еще раз сужаем карту таким образом вы сможете проставить еще маркера внизу у нас есть еще дополнительные опции для еще пяти маркеров если это требуется ну и масштаб я поставлю побольше сохранить чтобы после обновления страницы масштаб карты был сразу больше да но это очень много на самом деле давайте поставим 18 то есть вот примерно так да ну масштаб выбирайте тот который вам больше всего подойдет на этом данный урок я заканчиваю надеюсь для вас он был интересным и полезным на этом здесь все и пока пока если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый к мс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь